Всем привет! Здесь я готовлю 500 супов. Сегодня готовим довольно простой, но очень вкусный суп – крышаны. Есть крышаны в Белоруссии как картошка, блюдо из картофеля, а здесь это картофельный суп на свиных шкварках или на свином мясе. Поехали! Итак, как я уже сказал, первым делом достаем нож с поздним зажиганием. Разогреваю вот такой чугунок и нарезаю мясо такими удобными кусочками. И так у меня как обрезки от шашлыка осталось. Сейчас они вообще… Я специально как чувствовал, что будет у меня такой замечательный суп. Суп густой, суп деревенский, поэтому я и говорю, что можно использовать обрезки. Также обрезки из говядины, там где кости на кости, бульон варить нужно. Вот, то есть, деревенские супы, они такие, они хозяйственные, тем более белорусские. Это же не столичный какой-нибудь суп. Это белорусская кухня, она вся такая, очень практичная, ну и, конечно, вкусная. Мы ее за это и любим. Жир растапливается на мясе. И мы вот сейчас, в данный момент, перловочку, я ее замочил, промыл. Но сейчас, на данный момент, мы выкладываем ее в казанок для того, чтобы она прогрелась. И сделаем так, чтобы она начала обжариваться. То есть, она будет сейчас запах издавать, когда в жир попадет, понимаете? Вот, а сейчас начнем нарезать морковь и лук. Морковь нарезаем не соломкой, но довольно мелко, очищая укроп от жестких веток. Если не мягкий, если садовый какой-то укроп у вас, то, естественно, обязательно нужно это делать. Я заранее нарежу укроп для того, чтобы впоследствии не отвлекаться. И сейчас мы пойдем уже к плите закладывать наши вот эти продукты в казанок. Итак, ну вот, перловка уже поджарилась на сале. Сюда чайную ложку соли. Пока. Это предварительно. Чайную ложку приправы для супа. Люкс универсальная Шеф Шаров. Немножко дробленого перца по вкусу. Вот так. Раз. Аккуратненько все перемешали. Жир вытопился. Все. Супер. И выкладываем сюда лук и морковь. Укроп будем закладывать в конце. Ну, ребята, вы не представляете. Вот посмотрите, какая красота и запах. Вообще. Вот пусть это все пообжарится хорошенько на большом огне. Вот так поперемешивайте это. Как бы соедините и морковь, и лук, и специи. Все. Аромат вот перловки вот этой жареной. Просто божественный. Все. Закладываем картошку быстренько, чтобы она потом не плюхала. Да, разницы практически нет никакой. И можно сразу же и укроп сюда заложить. Посмотрите. И все заливаем бульоном. Все. Вот так раз. И бульон погнали. Внимание. Опа. Вот. Посмотрите. Белорусский суп. Живет в белорусском Полесье. Кудесница лица. Олеся. Ну вот, я мясо разобрал. Теперь надо его выкладывать вот сюда. Мы его выкладываем. И сейчас будем доливать горячую воду, кипяченую, с чайника. Доверху прямо долейте. Доведите до кипения. Попробуйте на соль. И что тут осталось вариться-то? Совсем чуть-чуть. Минут 15-20 на самом мелком огне еле-еле. Можно и полчаса пусть постоит. Где-то так. И встретимся на подаче. Что нам потребовалось для приготовления белорусского супа крышаны или крышаны? Пожалуйста, напишите в комментариях, как правильно, если вы из Беларуси, и знаете точно, как правильно называется этот суп. Потребовалось картошка, где-то штук 7-8 больших картошек. Одна большая морковь, один лук, пучок укропа, сметана, стакан. Вот такой вот стаканчик перловки, либо ячневая крупа тоже может быть. Вот такие кусочки мяса, они остались у меня после разделки шашлыка. Вот тут такие жир есть и все. Но я взял еще мясо, говядину на кости. Либо можете взять рульку свиную, либо свиные какие-то кости и специи. Приправа Люкс Универсальная и перец черный дробьеный. Шеф Шаров. По ссылке в описании. Посмотрите, белорусский суп крышаны. Вообще, конечно, ребятушки. Что-то гек лает. Унюхал, наверное. Когда устал от всяких азиатских, европейских и других чужбинских супов, пожалуйста, родной славянский суп крышаны. Белоруссия. Крышаны. Крышаны. На шкварочках. И салом. Чуть-чуть перловочки. Не надо. Много не надо. Она не должна сделать это все сопливым. Это другой рецепт уже. Вот. А тут прямо вот она аромат дала. Прямо вот перловочка дала небольшой такой аромат. Очень-очень гармоничный. Ну что, ребят, наш. Наш вкус, наш аромат. Все наше. Если взять еще сметану. Уголок прямо вот сейчас возьму. Еще вкуснее. Значит, хочется сразу запеть. Олеся. Олеся. Крышаны, крышаны. В общем, со сметаной еще вкуснее. И так вкусно. А со сметаной еще вкуснее. А с черным хлебом будет еще вкуснее. Ребят, ну тут сразу все видно. Готовьте по этому рецепту. Ездите в Беларусь. Беларусь будет приезжать к нам. Будем дружить. Пока. Всем привет. Белоруссия отдельная. Привет. Скоро приеду. На, и что смотреть поеду. Я не буду остановиться. На дороге. Не в селе. На, и что посмотреть. Один раз ездил в Беларусь. Остановился. А задняя дверь приоткрыта. Чуть-чуть была. Я что-то тут ля-ля-ля-ля с местными. Поехал. Слышу, кто-то пищит сзади. Что такое пищит сзади? Смотрю, а там сын мой, Мишка, лежит на заднем сиденье. Вот тогда мне его и принесли. Понимаете? Прямо в машину позасунули. Думаете, что я в 47 лет. Мне сейчас 51 скоро будет, а ему уже 3. Вот так в Беларуси и подкинули. Аисты. Я вот боюсь теперь двери открывать сейчас. Как воспитать в следующий раз? Поеду, еще кого-нибудь подкинут. Насмотрелся на аистов. Теперь он ходит. Командует мной. 3 года. Уже батькой командует. Семенька командует. Семенька командует. Продолжение следует...